Микс Ньюс Здравствуйте, это программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня «Разворот» наш проходит в удалённом режиме, как многое сейчас в нашей жизни. Депутат Сейма, член комиссии по социальным и трудовым делам Андрей Клементьев у нас на прямой телефонной, телефонной, по линии скайпа у нас на видеосвязи. Добрый день. Добрый день. Будем пробовать новые для некоторых ведущих и для некоторых гостей способы общения. Надеемся, что всё пройдёт сегодня хорошо. Напомню, что мы можем принимать ваши звонки, так что, если вопросы у вас имеются, 67212-93-9, 67213-93-9, номера прямого эфира и номер WhatsApp 2-300-6191. Господин Клементьев, мы знаем, что на выходных нам пришла новость, что депутат Сейма Артус Кайминш, у него положительный тест, сейчас громко, конечно, звучит, на коронавирус, на COVID-19. В связи с этим Сейм и правительство должны работать удалённо. Получили ли вы уже какие-то инструкции? Мы знаем, что президент вчера тоже некоторые правила огласил в связи с этим новым режимом работы. Да, к сожалению, в понедельник произошла неприятная ситуация у нас. Необходимо было всем депутатам, которые участвовали 16 марта в заседании пройти тест на болезнь. Ночью оперативно все были собраны депутаты, все данные собраны. И в течение двух-трёх дней, в том числе технические работники, которые работали в зале заседания и в комиссиях, прошли тестирование. К счастью, у всех негативный результат тестов. То есть все дорабатывают сейчас в режиме самоизоляции до 30-го недельника. И успею, что после 30-го мы будем возвращаться к работе более активной ни по скайпу, ни по интернету, используя они посредственно уже в кабинетах. 26-го будет большая очистка в парламенте, то есть пройдут спецсвезды по тем местам, где, возможно, находился персона с позитивным тестом. И я надеюсь, что помещение будет безопасно. Вы в том числе, да, проходили тест, я так понимаю? Да, я проходил, так как я работал в понедельник, 16 марта, в зале заседания. Я не работал в комиссии с господином Каменьшем, но я был в зале заседания, поэтому я обязан был пройти тест, как и все, которые находились в топомин-зале. Что, может быть, там чуть-чуть личные вопросы я затрону, но так как сейчас интересны все моменты жизни, как они происходят, семья всё-таки у каждого депутата, у каждого человека, который общался с господином Каменьшем, практически есть семья. Семью тоже надо проверять, и они тоже в самоизоляции, или они всё-таки в меньшей группе риска находятся? Значит, первый этап, связи с тем, что констатировали у Каменьшем заражение, это было примерно через неделю. То есть если в понедельник он появился в зале заседания, то есть в воскресенье он прошёл тест, поэтому если кто-то и был бы в зоне поражения этой заразы, то, скорее всего, уже проявились бы какие-то первичные признаки. Поэтому паники не было. Мы отработали в режиме ещё довольно активном. Пятницу, напомню, что мы работали до 12 ночи, чтобы принять все решения и утвердить, которые принял Кабинет Министров. Поэтому в данном случае сообщение, которое было получено от администрации парламента от публичных сетей, которые Каменьш не прятал, а разместил на своём твиттере, то есть приняли довольно спокойно. То есть в данном случае каждому был дан звоночек, каждому было назначено время, и мы подъезжали довольно поздно вечером к одной из станций принятия анализов на своём транспорте, проходили процедуру, там количество теплотов было много в один момент, я стоял в очереди, человек 25 было, то есть очередь была около часа, часа 20, но все с пониманием к этому отнеслись, вернулись потом в квартире, ждали результата, результат пришёл через 18-20 часов, после результата была рекомендация, с тем, что проявление вируса может появиться в течение 14 дней, доработать ещё в самоизоляции неделю. Как это будет происходить? Мы знаем, что, в общем-то, заседания Сейма не самые спокойные, это и перебивание, и стучание молотком, и активное обменивание мнениями, как это возможно, как это возможно? Мы пока слабо себе представляем это. Что касается после тестирования, естественно, мы будем стараться выйти на новую платформу, то есть задание президиума в данном случае в кратчайшие сроки разработать возможность работать депутатом виртуально. Сейчас уже на протяжении недели были встречи у администрации, которые были получены инструкции от нас в виртуальном виде, чтобы они начали переговоры для разработки специальной платформы, на котором депутаты смогут голосовать, находясь у своих компьютеров. То есть сегодня, завтра мы получим инструкции от IT-специалистов. После этого мы попытаемся изменить законы так, для того, чтобы узаконить эти решения, которые прожат нам IT. Сегодня закон и карты Бас-Ролис, которые регулируют нашу деятельность, не допускают такого голосования, и он не является законным, то есть легитимным принятием решения. То есть необходимо изменить полностью всю процедуру принятия решения, не остраняясь, естественно, от главных принципов Конституции, это 100 депутатов, но сделать это более интерактивным. Что Вы можете сказать в общем о тех мерах, которые были предприняты достаточно оперативно? Кто-то посчитал их преждевременными, но, как показывает практика, все-таки нет. Насколько Вы оцениваете действия правительства в этой ситуации, руководства страны? Я скажу, что первый раз правительство Латвии принимает решение о преодолении кризиса за счет собственных средств, за счет дефицита бюджета, за счет финансовых вливаний в экономику, за свой счет. Напомню, что кризис 2008 года был за счет все-таки людей. Помните, отнимались часть пенсии у пенсионеров, были в госаппарате жесткие нормы по сокращению зарплаты до 40%, были требования сократить свои трудовые коллективы у госпроприятий и так далее. То есть опыт 2008 года, когда реализовались все так называемые мероприятия по преодолению кризиса за счет людей, надеюсь, остались в истории. Евросоюз и Еврокомиссия разрешает сегодня Латвию увеличить госбюджет, разрешает взять в долг на финансовых рынках, и я надеюсь, 2 миллиарда это будет только начало для того, чтобы восстановить нашу экономику и успешно выйти из кризиса. Сегодня потерять человеческий ресурс мы не имеем права. Если в 2008 году в рамках вот этих карательных методов удержания экономики, бюджета, обернулись сумасшедшим выездом людей из страны, выехало порядка 300-350 тысяч, сегодня у нас этих ресурсов нет, поэтому я надеюсь, что все нормы, которые будут приниматься в Кабинете министров и оперативно утверждаться в парламенте, будут прежде всего для защиты национального бизнеса и для защищения как раз работающих людей на предприятии. Пока есть несколько вопросов по принятым решениям, но я напомню, что только неделя прошла, и требовать максимальной отдачи в новых условиях от правительства даже оппозиции было бы некорректно. Вы чувствуете какую-то такую солидарность и общность, о которой говорят многие в эти дни, что тут, ну, кто-то вспоминает Золи Туда, когда не было разбора, кто есть кто, просто надо было делать что-то, что все делали для того, чтобы всем было лучше, и вот не было каких-то там перипетий и упреков друг к другу. Господин Левец сказал, что такие же ощущения, как 30 лет назад на баррикадах, такие же ощущения сейчас возникают. Когда там в подъездах висят, кому привезти продукты, ну, то есть как-то люди общность такую проявляют. К сожалению, я в самоизоляции не могу узнать, что происходит у нас за пределами моей квартиры, но я могу рассказать, что принятие решения в пятницу, которые разрабатывали законопроект, помогали работать комбинатом министра по специальному документу по предыдущению кризиса, довольно интересная была дискуссия. Первый раз перешли от каких-то эмоциональных упреков, попытки разделить между оппозицией и оппозицией каких-то позиций экономических. То есть была реальная работа и в комиссии, и в бюджетной, и в парламентском зале для того, чтобы улучшить документ. И господин Рейерс в данном случае тоже сказал, что все предложения, которые поступят от оппозиции в рамках новых инициатив к законам для улучшения экономической ситуации, будут приняты и рассматриваться по существу, а не от рассмотра, кто заявился на эту поправку, оппозиция или оппозиция. И то, что мы отработали до 12 часов ночи, это тоже говорит, что готов в парламент работать. И там довольно много было дискуссий, которые действительно касались улучшения этого законопроекта, для того, чтобы коснуться как можно больше сфер затронутых кризисом экономики. И то, что президент вышел в субботу на работу, получил документы, подписался в нем, проверив его через своих юристов, тоже говорит о том, что власть сегодня понимает, что если сегодня мы где-то потеряем время, то может мы потеряем какую-то отрасль, а каждая отрасль держит 50-60 тысяч работающих. И это для Латвии сегодня недопустимо. Ну вот про количество работающих, как раз по последней информации, 14 предприятий на сегодняшний день, к сегодняшнему часу подали извещение о коллективных увольнениях. Это почти 3 тысячи работников. При этом министр благосостояния госпожа Петрович сегодня тоже в первой половине дня на пресс-конференции заявила, что призывает работодателей не увольнять, а подавать вот эти вот заявки на получение денег за простой. Что вы по этому поводу можете сказать? Может быть, увольняют людей, которые официально устроены для того, чтобы они получали, например, пособия по безработице. Как вы это видите? Я тоже вижу недоверие со стороны бизнеса к власти и бояться того, что эти пособия, которые первый раз использует Латвия как за простой, будут эффективны для сдерживания коллектива. Я бы тоже не спешил бы работодателям сегодня принимать радикальные меры. Понимаете, что это для всех новая ситуация. Еще не умеют работать агентства, которые подчинение государства принимает решение дать возможность конкретному предприятию использовать это пособие или нет. То есть все учатся. И в данном случае самое ценное – это коллектив. Кризис может закончиться через месяц, через два, но останутся ли эти работающие или верные предприятию, который так быстро или дизелькально принял решение уволить его? Я думаю, что нет. То есть здесь лояльность должна быть со стороны работающего и человеческий контакт с работающими. Понятно, что сегодня очень много сфер находятся в тяжелом положении. Гостиницы стоят пустые, без клиентов, без туристов. Рестораны и бары стоят пустые на карантине. То есть понятно и видно, что бизнес реагирует очень быстро на изменения экономической ситуации. Но в данном случае сегодня состояние комбината министров. Я надеюсь, что там будут тоже приняты какие-то определенные нормы, которые будут более выгодны для работника, чем пособие по безработице. На это пособие можно всегда уйти и всегда воспользоваться этой нормой. Но напомню, что сегодня пособие по безработице в среднем в республике – это чуть меньше 400 евро. То есть за эти деньги, к сожалению, первые даже три месяца, два месяца сейчас, по-моему, закону, не сможешь нормально существовать. Поэтому в данном случае здесь необходимо искать общие какие-то позиции непосредственно с работодателем, а он уже непосредственно должен уже коммуницировать с властью. Сегодня написал письмо, например, сети, торговая сеть большая, которая имеет более 30 точек, тоже обеспокоена, что делать, так как клиентов нет, покупателей нет, касса пустая, а люди стоят. Да, в данном случае тоже написал письмо, обратился в клиент министров с разъяснением тем бизнес-позициям, которые сегодня находятся в списке критических. То есть какие отношения в дальнейшем будут по отношению к тем бизнес-сенейшим, которые сегодня являются в прямом карантине? Вот сейчас также есть такое мнение, Латвийский союз свободных профсоюзов призывает как раз изменить вот эту норму. Мы с вами тоже в эфире программы еще когда вы очень присутствовали, обсуждали, что до 9 месяцев сократили вот это получение пособия по безработице, что сейчас как раз таки надо вернуть эту старую норму и до года продлить, как вы считаете. Да, совершенно верно. Господин Петрович и министерство благосостояния создали эту норму и пытались ее еще и ухудшить в связи с тем, что они рассчитывали на прирост как раз экономической активности, на рост национального продукта и рост экономики планировался на 4,5%. То есть в этих условиях, этими нормами они пытались людей как можно реже воспользоваться этой социальной нормой, выход на пособие по безработице. В данном ситуации, конечно, это должна быть норма спасающая и естественно одно из решений министерства благосостояния для того, чтобы уменьшить социальный удар по людям, увеличить и размер пособия, который был сокращен, и временное возможное нахождение на этом пособии. Я еще говорю сейчас, самое главное сохранить людей в Латвии, чтобы не были впоследствии рассмотрены позиции о выезде из страны. Поэтому сохранить коллективы даже в случае, если они приняли решение выйти на пособие по безработице, чтобы они остались с надеждой, с выходом в нормальный рабочий режим. Да, я считаю, что как бы с личными листами было позитивно принято решение на последнее заседание парламента, и по некоторым другим пособиям были смягчены нормы. Здесь тоже одно из пособий, которое необходимо вернуться хотя бы к старой формуле. Вот это вот пособие по простою, так называемое, оно насколько людям должно быть понятно, как его получать? Понятно, что за работников, наверное, больших компаний, там, отелей, ресторанов это должен делать работодатель. Если это самозанятое лицо или микроузне МОМС, куда они должны обращаться? Насколько ясна вот эта схема? Куда идти для того, чтобы получить это пособие уже там чуть ли не на этой неделе? Я согласен, что еще до конца не разработана формула, и куда обращаться. Мне сложно сегодня этот алгоритм рисовать людям, которые попали в сложную ситуацию, но в любом случае я знаю, что документ, который был необходим на моем уровне принять, он был утвержден, передан в КМИ для как раз этих технических нюансов. В ближайшее время, я надеюсь, появятся более четкие инструкции, которые можно получить в государственной службе госдоходов или в агентстве занятости. Мы примем звонок, есть у нас до перерыва, наверное, ответим уже позже, после перерыва. Добрый день. Добрый день. Неизвестно, кончится 14 апреля, скорее всего, нет. Выборы в Рижскую думу тоже неизвестно, когда будут. Так может быть, временно отменить этот распуск и позвать всех депутатов, пусть работает. А то такое положение, они сидят дома, ничего не делают, тоже в растерянности. Может быть, стоит их призвать к работе? Ну, что, ну трое человек, сколько там в думе? Они не смогут за все, про все. Спасибо. Спасибо. Да, наверное, уже после перерыва, коротко на рекламу, господин Климентев ответит, как раз есть время подумать. Спасибо. Спасибо. Сейчас прервемся быстренько и вернемся через пару минут. Мы продолжаем. Депутат Сейма, а также член комиссии по социальным и трудовым делам Андрей Климентев у нас по скайпу. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Перед перерывом был вопрос по поводу Рижской думы. Перенесены на июнь перевыборы. Ну, не придется ли их опять переносить? Тоже хороший вопрос. Но вот вопрос нашей слушательницы. Не стоит ли собрать обратно всех? К сожалению, закон вступил в силу, и здесь нет возможности вернуть депутатов, которые, к сожалению, сами своими действиями сорвали принятие бюджета. Я еще напомню, что в данном случае решение парламента и министра было в связи с тем, что депутаты три раза не сошлись для принятия бюджета. То есть сорвали кворум, поэтому они сами сделали свой выбор. Естественно, они сейчас сидят без зарплатной платы, они сейчас сидят как бы вне госсистемы, поэтому если им подумать, правильно ли они себя вели. Да, действительно, выборы перенесены на лето. Не думаю, что сегодня можно спрогнозировать развитие ситуации, будут ли не будут решены какие-то другие сроки. Но в данном случае, естественно, эта вся ситуация очень неблагоприятна, так как бюджет у города, к сожалению, не утвержден. И поэтому сегодня оперативно действовать, адекватно действовать ситуацией эти три администратора не могут. Если говорить про вообще вот эту вне коронавирусную ситуацию, на фоне коронавируса и вот этой чрезвычайной ситуации, которая у нас в стране происходит, например, отставка министра экономики, да, ну как-то все это тихо происходит, к сожалению, и сочувствием ко всем родным и близким, Юта Стрихи умерла, то есть какие-то перемены происходят, да, как, что вы насчет этого думаете, например, вот надо ли было сейчас господина Немира менять, хотя вот в экономике как раз-таки сейчас нужен человек, который знает и видит, как и что делать. Да, к сожалению, я никогда не хвалил действующих состав парламента, и все действия действительно выглядят очень странно. В сложной ситуации отставка министра экономики не помогает нам решить вопросы, которые сегодня актуальны. И то, что партнер, который делегирует своего министра на эту должность, партия бывшая Каменча, КПВЛВ, тоже не является таким интенсивальным кладыницей, где могут выйти найти лучшего специалиста. Сегодня просто делегирует человек, который что-то понимает вообще в какой-то терминологии экономические. В данном случае, да, они не ищут лучшего из лучшего, они просто как бы делегируют своего представителя. Поэтому я не думаю, что с появления нового министра экономики реально улучшится понятие, понимание ситуации или какие-то новые экономические инструменты использованы. К сожалению, сейчас КМИ действует по остаточному принципу, что есть, то и есть. И партнеры ведут себя тоже довольно странно в коалиции. Все больше и больше конфликтов между ними. Да, я скажу, не повезло парламенту Латвии с этим составом довольно вялым. И даже то, что депутат не выполнил элементарные нормы гигиены и посетил заседание парламента в момент, когда чувствовал себя плохо, тоже доказывает то, что сегодня с самоотдачей депутатов этого созыва и с элементарными какими-то понятиями парламентской жизни тоже плохо у них. Поэтому в данном случае будет новый министр экономики утвержден. Не будет. Это не имеет никакого значения. Сейчас бы, главное, отработали бы все те позитивные инструменты, которые будут использовать немецкие парламенты, немецкие власти, Франции и Италия, как будут ходить из кризиса. То есть в данном случае мы заложники непосредственно старших братьев Евросоюза. Да, существует мнение, что Латвия, конечно, может 14 апреля объявить о том, что чрезвычайная ситуация закончена, мы можем выходить на улицу, но бизнес от этого не начнет процветать. Закрыты все равно, скорее всего, будут границы, потому что кто-то только начинает сталкиваться с этой проблемой какие-то страны. И тут мы зависим очень сильно от других стран в том числе. Совершенно верно, мы всего лишь маленькая составляющая Евросоюза и экономического общества, и мы зависим прежде всего от крупных игроков. То есть наши все позиции, которые мы или получаем в виде комплектующих, или направляем, зависят от крупных европейских стран, которые живут за счет как раз нашей помощи или нашего получения этого продукта конкретно. То есть мы не являемся сегодня самодостаточными и не сможем, по большому счету, повлиять на бизнес структуру, на бизнес-среду без включения в экономику крупных предприятий Европы. Есть у нас звонок. Добрый день. Добрый день. Вот у меня будет два вопроса гостю. Первый вопрос. Не рассматривался ли вопрос для поддержания, то есть населения мелкого и крупного бизнеса? В чем он заключается? В том, чтобы выделить на каждого члена, взрослого человека, жителя Латвии, по тысячу евро и на несовершеннолетних по пятьсот евро. Почему? Для каких целей это нужно? Для таких целей, что много окажутся людей за бортом. Потому что на сегодняшний день, насколько я так посматриваю телевизор, радио и так далее, я вижу, что лоббируют вот эти деньги, которые дополнительные для выделения, крупный бизнес, да, они рано или поздно, если затянется сам кризис, то эти компании получат деньги, они все равно поувольняют людей. Но люди, которые оказались сейчас за бортом, которые не могут ни социально, ни по каким-то причинам получить, у них мелкий бизнес и они не могут получить этого, для них это было бы очень большое решение. Эти деньги бы пошли бы на поддержание бы самой экономики, поддержало бы людей. У кого-то есть кредиты, у кого-то надо заплатить коммунальные и так далее. Вот это очень важный вопрос. Америка, кстати, принимает такое решение. Я прошу прощения, второй вопрос у вас какой? У нас не так много времени. Второй вопрос, так, выскочил у меня с головы, не буду я задавать, пусть ответит на... Спасибо. Да, есть такое интересное решение проблемы. В Америке как раз не раз то реализовывалось. Первый раз это было в момент кризиса при Обаме, когда были выделены финансовые средства в виде наличными. В Латвии и в Европе это не практикует. Не знаю, хорошо или плохо, но в данном случае у нас бы не было таких финансовых возможностей. Нам сегодня главное сохранить бизнес-среду и чтобы последствия не отразились непосредственно на людях, которые получают пенсии и пособия. Так как мы прекрасно понимаем, что мы еле-еле сверстываем бюджет и у нас социальные выплаты занимают довольно большое пространство финансовое как раз и если мы как бы попадем в кризисную ситуацию и не сможем получать в нормальном потоке налоги, то прежде всего, к сожалению, правительство начнет сокращать социальные льготы. Поэтому в данном случае нам бы сохранить бюджет в том положении, в котором он сейчас находится, для того, чтобы не коснуться кросс-пенсии, пособий и всего остального. Слава богу, сегодня об этом еще нет разговора, но зная, что по истории Латвии, что в другой раз правительство принимает непопулярные нормы, сегодня нам главное сохранить и заботиться о людях, которые сами уже по большому счету не могут себе заработать на необходимые нужды. Это первое. Второе, нам сегодня необходимо сохранить здравоохранение, поэтому в данном случае принятие решения о повышении на 20% заработной платы людей, которые работают в этой сфере, тоже позитивно. То есть в любом случае мы видим, что сегодня совсем другой системный подход со стороны государства к кризисной ситуации пытаются и принимаются решения для людей. Будем надеяться, что в ближайшее время энтузиазм кабинет министров не утихнет. Как вы думаете, вот все-таки 2 миллиарда, которые сейчас выделены на поддержку, ну многие говорят, что потом придется отрабатывать, что это сейчас вроде когда хорошо, но потом все равно какие-то будут либо налоги повышенные или там что-то поменяют, что где-то что-то в любом случае так далее, так и заберут, грубо говоря. Вы поймите, что эти 2 миллиарда, они не были где-то примерно размещены на каких-то счетах. Это деньги, которые мы, естественно, будем занимать и, естественно, увеличивать бюджет государства, так как мы живем всегда в рамках массовых критерий для сохранения евро и обязательств по отношению к европейским партнерам, здесь просто будет увеличен коридор. Естественно, эти деньги заимствованные, но, понимаете, никто не будет впоследствии, я надеюсь, скрывать эти сегодняшние проблемы за счет повышения налога. Возможно, придется захватить какие-то определенные государственные функции, скорее всего, надо будет больше зарабатывать, но сегодня нет никаких новых предложений о том, чтобы эти финансовые средства, которые будут сейчас применены, впоследствии изъяты из реальной экономики или у людей. То есть таких разговоров нет, что сейчас выделяем, но будьте готовы к тому, что через какое-то время что-то там где-то как-то поменяется. Нет, об этом речи нет, так как сегодня мы боремся за спасение и за экономической своей позиции, так как мы прекрасно понимаем, что мы должны будем не только выйти из этого кризиса, но и жить дальше. Поэтому мы действуем здесь теми же инструментами, что работают сейчас в большинстве европейских стран. Если про местный бизнес говорить, и существует такое мнение, что когда страны закрыты, да, те же санкции России, если вспомнить, что в России там начали свои сыры производить, свои вины производить сразу активно, что когда страна закрыта, она как-то ищет способы для того, чтобы выживать, применяя креативное творчество и вообще все, что угодно. Может ли сейчас это быть каким-то толчком или после окончания чрезвычайной ситуации для местного бизнеса, потому что мы видим, что и поддержка со стороны людей тоже достаточно большая, и на форумах пишут, и сайты появляются, что там покупайте у местных производителей, и как-то люди тоже в этом плане объединяются и поддерживают именно местную продукцию. Естественно, мы поменяемся. Я думаю, что некоторые государственные функции будут упразднены из-за ненадобности, потому что мы сегодня видим позиции там, где были задействованы люди, которые, по большому счету, госаппарат может обойтись. Естественно, будет намного больше введен новых технологий. Мы сейчас и многие другие госструктуры переходят уже в интернет-формат, создают IT-платформы для того, чтобы коммуникация с жителями была намного быстрее и тем самым дешевле. Естественно, мы очень изменимся, и развитие IT-технологий, всевозможных новых инструментов, которыми сейчас пользуемся мы, они войдут в жизнь не как экстра. Вот мы с вами, как сегодня первый раз, пользуемся заполнить эту нехорошую ситуацию, когда мы не можем лично встретиться. То есть это, скорее всего, войдет в нормальную жизнь, тем самым продукт станет дешевле. Естественно, после выхода из кризиса, когда откроются и границы, каждая страна, маленькая, более мобильная, она сможет заместить намного быстрее тот продукт, который будет необходим для существования страны. И в этом есть возможность нашим производителям заменить те продукты, естественно, которые мы раньше получали из-за рубежа. Так как большие экономики Германии, Италии и Франции, естественно, восстановиться будут намного сложнее, дольше, и у них вообще планируется, что в лучшем случае они выйдут на нормальные сегодняшние позиции вчерашнего дня через полтора года. Мы надеемся выйти за полгода, за восемь месяцев, так как у нас мы менее затратные на то, чтобы выйти на определенный уровень. И у нас и по большому счету нет таких больших предприятий, которые нуждаются в больших восстановлениях после кризиса. Вот по поводу местного бизнеса, мы знаем, что дезинфекторы сейчас производят, например, Латвия с балзам, с подриба, в общем, все компании, которые могли как-то переключиться на производство дезинфекторов, они активно это делают, но и цены тоже. В общем-то, я так понимаю, что никем не регулируются или должны они регулироваться? Как вы считаете? Потому что тоже есть разговор о том, что за 50 миллилитров, за 75 миллилитров, чуть ли не до 10 евро, что это как-то многовато, когда в жизни обычно он там стоит 2-3 евро? Нет, ну, конечно, дефицит ажиотажа ждает рост цены. Я надеюсь, как только появится достаточное количество предложений на рынке, то и цена будет попадать. В данном случае, естественно, нечестный предприниматель пытается нажиться на этой ситуации. Я знаю ситуацию и по маскам, и по другим товарам первой необходимости. Но вы видите, что рынок отреагировал, например, на некоторые позиции по продуктам питания. То есть моментально появились предложения с других складов, с других предприятий, и цена не ушла в космос. Поэтому в данном случае только количество других товаров и конкуренция выровняет цены. К сожалению или к счастью, государство не имеет права вмешиваться в эти отношения, так как это товары не первой необходимости в этой ситуации. Но, например, я знаю, что многие интернет-платформы запрещают с такими товарами выходить и блокируют продавцов, которые, например, пытаются заработать в продаже масок или других товаров, которые сейчас нуждаются медицины и пациенты. А вот к медицине мы так подошли, как раз неотъемлемая часть тоже, которая идет параллельно, понятное дело, и медики, которым каждый вечер, я напомню, что происходит, ну, я надеюсь, что происходит, два вечера я точно лично наблюдала, благодарность, когда открываются окна и хлопают в ладоши, это, в общем-то, по многим странам. И в Латвии тоже призывают таким образом отблагодарить людей, которые вот сейчас вынуждены работать для того, чтобы какую-то пользу обществу приносить. В первую очередь, это медики, и уже партии и правительственные коалиции договорились обеспечить доплаты медикам, которые сейчас вот на передовой линии. И, в общем-то, разговоры пошли о том, что медики, это, ну, можно сказать, что на сегодняшний день это те солдаты, в которых надо было складывать. То есть, ну вот, оборонный бюджет не тот, а вот беда пришла вот с этой стороны. И что вот здесь, наверное, должны были быть два и больше процентов от ВВП. Я совершенно согласен, что все готовились к вторжению, все читали всевозможные теории заговоров и все ждали почему-то бронетехнику на границах или самолетов, в крайнем случае. А оказалось, что беда подкралась незаметно. И в Латвии в данном случае пока еще удалось увернуться от этих шальных пуль. У нас тяжелых заболевших пока нет. И я так помню, что и не было сегодня на ПЕС-конференции никаких новых заявлений о тяжелых больных. Но, естественно, например, в пятницу, примерно в полдвенадцатого ночи, предложение было от нашей партии увеличить всем медикам на 20% заработную плату. И не хватило всего лишь двух депутатов, двух голосов для того, чтобы решение было принято. Мы хотели уже сейчас заложить в документ, который был подписан президентом в субботу, заложить всем медикам повысить зарплату на 20%. Так как, вы поймите, сегодня повысили тем, которые сейчас на первом рубеже. То есть люди, принимающие анализы, обрабатывающие, скорая помощь и так далее. Но сегодня мы должны сохранить, прежде всего, людей, которые работают по всему спектру медицины. То есть этих людей мы должны сохранить для того, чтобы в будущем было вообще оказывать кому услуги медицинские. И я говорил еще раз, что после этого сумасшедшего кризиса спрос на наших медиков за рубежом только вырастет. Все прекрасно понимают, что если у тебя нет медицины, то у тебя и смертность зашкаливает. В Италии самая большая проблема была то, что не коронавирус убивал, а медицинская система не готова была оказать всем нуждающимся помощь в этих сложных моментах. И убирали люди, которые, возможно, и не были заражены коронавирусом, но просто параллельно не было возможности оказать им полноценную медицинскую помощь. И в данном случае все это поняли. И я надеюсь, поняла и Европа, что прежде всего необходимо вкачивать в людей деньги и создавать необходимую защиту не физическую, так называемую, на границе из танков, а действительно вот интеллектуальную, в виде науки. И как раз медиков, которые в нужный момент установят четкий диагноз и примут правильное решение, то есть в образовании людей. У нас звонки по двум линиям. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хочу спросить у нашего депутата, господина Климентьева, если я не ошибаюсь. Почему говорят о каникулах, да, налоговых, но не касается этой частного сектора? Неужели нельзя на это время, когда люди не работают, не получают денег и вообще у них нет возможности, не снимают налоговое время на квартиры, на землю частную, в которых квартиры находятся? Да, вы же знаете, что у нас очень много в Риге квартир на хозяйской земле, ни домики, которые где-то есть. Почему вот это не снимается? Это же ваши компетенции. Спасибо. Да, документы, которые регулируют как раз действия в кризисной ситуации, принят только один. Поэтому, естественно, в нем нельзя было вложить все предложения, которые сегодня актуальны для людей. Первые, которые появились, это как бы то, что появилось на неделю обратно, то есть они не настолько актуальны. Естественно, есть хорошая воля и обещание банковского частного сектора отреагировать эластично по отношению к людям, которые попали в сложную ситуацию по кредитам. То есть есть обещание представителей ассоциации, которую будет бывший чиновник Министерства финансов, о том, что все банки будут эластично подходить к людям, которые имеют кредитные истории. Я надеюсь, что они выполнят. То есть это и каникулы, это и возможность замораживания каких-то платежей и так далее без штрафных санкций, без каких-то комиссий за то, чтобы документы рассмотрели. Что касается государственного сектора, я знаю, что по авансным платежам подоходного налога будут рассмотрены отсрочки. Я знаю, что государство будет эластично подходить в том числе по задолженностям по земельному налогу, по имуществу. То есть в данном случае, естественно, все еще не заложено в документы, но есть план действий для того, чтобы люди сегодня, которые получают меньше, чем еще месяц обратно и планировали, чтобы они не чувствовали дискомфорт и могли на себя потратить деньги, а не платить по государственным налогам, пошлинам и по всем другим позициям, которые, к сожалению, обязательны, но не на кризисный период. А, например, вот если говорить про компаний, которые обслуживающие дома, например, коммунальные платежи, с ними надо, наверное, лично договариваться? Тоже нет такого регулирования, которое, ну, обязывало бы их, например, не начислять пенни за сейчас, например, вот уже в этом месяце, может быть, да, у кого-то будут просрочены платежи по коммунальным? Я очень рассчитываю, что в следующем документе, который поступит парламент, и если он поступит, то мы попытаемся дополнить его нормы, когда государственная компания, как Ватенерго, все-таки более эластично подходит и отказывается от штрафных санкций по отношению к людям, которые не успели или нет возможности заплатить в рамках действующего карантина. То есть мы прекрасно понимаем, что сегодня, если падают доходы населения, то, естественно, они оптимизируют эти расходные части. И действительно, мы должны сегодня дать возможность людям потратить деньги на товары первой необходимости, а потом уже перейти к платежам. И если такой возможности нет, закрыть все платежи, в том числе коммунальные, и если они перед государственной компанией или компанией в своем управлении, то неэтично и некорректно было бы еще этих людей наказывать штрафами или пенями. И напомню, что штрафы и пени – это инструмент для людей, которые имеют доход и дисциплинируют их. В данном случае я считаю, что неуместно вводить такие карательные методы по отношению к людям, которые находятся в сложной ситуации. Примем еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вот мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, я хочу знать. Вот перед выборами, да, в социальном бюджете, я понимаю, там ситуация получше была. Сразу это самое, чтобы набирать голоса, придумали, что там, если пенсионеры, там, муж и жена умерли, 50% пенсии год будут платить. То есть, если чуть лучше, нам не надо никакие резервы, ничего, сразу надо потратить. Всю жизнь, как сказать, обходились без этого. А сейчас вот что было, какая ситуация в социальном бюджете, да, для того, действительно, чтобы платить то, что есть, они еще вот такие, ну, поблажки придумали. Спасибо. Я не согласен в данном случае с радиослушателем, я очень извиняюсь за это. Дело в том, что в социальном бюджете действительно профицит около миллиарда. Это очень большие деньги, и я считаю, что 10% от так называемого процефита против вещей необходимо тратить на действующих пенсионеров. У нас все-таки солидарный бюджет социальный, и вещи, которые как бы собираются с работающих, должны тратиться на людей, которые сегодня находятся на пенсии. И в данном случае, вы говорите, действительно, мои поправки по отношению к супругам, которые пережил, и это пособие, которое плачет на протяжении года, 50%, я считаю, очень уместным, так как есть там сопутствующие необходимые мероприятия, которые супруг на себя переживший берет, и он должен выйти из этой кризисной ситуации. Это первое. Второе. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, я все-таки подал в Конституционный суд иск на прошлой неделе, да, на прошлой неделе в авторник, о том, чтобы вернуть доплату людям за стаж, который вышел на пенсию после 2012 года. То есть, к сожалению, сегодня хотелось бы, чтобы Конституционный суд не отказал мне в этом иске, но я считаю, что несправедливости вне зависимости от ситуации должны мы устранять. И то, что люди вышли на пенсию после 2012 года и не получают за стаж до 1996 года, это несправедливо. И, как говорится, мы никогда не будем жить так богато, чтобы компенсировать все долги всем нашим людям, которые находятся на пенсии. Поэтому это меня не сдерживает, и я считаю, что Конституционный в любом случае, даже в сложной ситуации экономической, должен восстановить справедливость. И напомню, что если эта норма будет рассмотреться в суде, я очень на это рассчитываю, то она будет обязательно к решению и исполнению бюджетом. В данном случае я не согласен, что мы сегодня должны за счет людей, получающих пенсии и пособия, решать какие-то большие экономические свои проблемы, которые, к сожалению, были очень использованы в 2012 году, как раз когда отменили эту доплату за стаж людям, которые работали до 1996 года. Последний уже, наверное, вопрос. Коротко попрошу ответить не так много времени. Ну, может быть, не вашей прямой компетенции, но все-таки что вы думаете о дистанционном образовании? Насколько это сложно для родителей, для детей? Вот второй день, вчера были выявлены проблемы, сегодня с ними продолжают бороться, или все равно придется детям летом поучиться и учителям, соответственно, поработать? Я параллельно как раз нахожусь в самоизоляции с двумя школьниками, одному 16, другому 11, и я занимаюсь своими делами, параллельно контролирую, как они выполняют домашние свои задания, как коммуницируют с преподавателями. У нас маленькая литовская школа, 350 учеников, но я смотрю, что да, и они довольно самодостаточные, они сами себя контролируют и работают как в онлайне, так и используют телевизор. Сегодня, например, по государственному телевидению, по всей программе были обучающие программы, которые были обязательны для просмотра школьника, которому 11, для старшего были тесты, присланные непосредственно в онлайне, которые он должен был заполнить. Я пока не вижу проблем для двух моих школьников учиться параллельно. Даже вот, например, вчера было задание по физкультуре, которое пришло, необходимо было выполнить количество приседаний, отжиманий, планок и отписаться преподавателю физкультуры, в какие сроки вложились, какие нормативы вложились. То есть, в любом случае, пока, конечно, это как шоу, но я думаю, что за этим будущее. И если выдержит IT-платформа Э-сколы, Э-классы, если выдержит, конечно, наш интернет, то я считаю, что это прорыв, и это даст возможность ученикам намного мобильней работать, и они имеют возможность как бы перейти на эту платформу намного быстрее, чем самым их трудоспособность в будущем намного будет выше, чем у нашего поколения, которые работали в бумажном формате и с учебником. То есть, я за, и я вижу, что и Кабинет министр вчера работал в Э-среде. То есть, в любом случае, как раз, вот экономия на коммуникации, на, возможно, каких-нибудь бумажных форматах, мы как раз и преодолеем этот кризис в плюсе, а не в минусе. Спасибо, депутат Сейма, а также член комиссии по социальным и рабочим делам. Андрей Клементьев был у нас по скайпу. Ну, можем только удачи вам пожелать и выдержки. Здоровья сейчас всем, главное, и надеяться, что вирус не перейдет у нас в пандемию, как раз в рамках республики. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания.